Книга «Открытым оком». Тема «Молитва». Том 1. Вопрос 68. У баптистов принято на общем собрании молиться Богу о частных нуждах членов общины всем вместе. Как вы относитесь к такой молитве? Почему в православной церкви нет такой молитвы? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В первой апостольской церкви это было обычное явление. Иакова 5.16. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. 2 Коринфянам 1.11. При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам, а ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Колосинам 4.3. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в вузах. 2 Коринфянам 3.1. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как у вас. Перестемлянам 1.22. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Православная Церковь все это свела к чистейшему формализму, подаче записок о здравии и о упокоении. Что неверно и вредно, здравия нужно просить только на доброе дело, а упокоение только верных. Основная молитва должна быть о распространении проповедей о Христе, о благословении Господнем на проповедующих Слово истины, о сохранении жизни и умножении талантов, а не только о хлебе насущном и здравии безбожных детей. Матфея 6.33. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. В православных церквах засушены уставные молитвы, к ним не прилагают сердце молящиеся, как должно. Это для православного горько слышать, но это так, ибо не приучены молиться своими словами, все по бумажке, по акафистам и канонам. Филиппийцам 4.6. Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Мне приходилось беседовать в кругу знатных старообрядцев, глубоко верующих, благочестивых, искренних, любящих Бога, и я обещал им доказать, что они не старообрядцы и не православные, а только фикция, карикатура и лживое христианство, и выполнил свое обещание, и они с этим согласились. Богу нашему слава, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.